Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Там же можно задавать вопросы гостю через форум анонсов. И ваши вопросы я с удовольствием приму по смс 8909-720-101. Ну а пока вы собираетесь и пишете ваши вопросы, мы переходим к нашим вопросам. Я планировала начать программу с одной темы, но вмешались, так сказать, обстоятельства. Поэтому начинаем с другой. Новости вчерашнего вечера фактически. И сегодня с утра появляются комментарии на эту тему. Интересная ситуация складывается в Кирове накануне выборов в Городскую Думу. Коммунисты против коммунистов. По жалобе коммунистов России сняли список КПРФ. На выборах в Гордуму собираются обжаловать решение одни коммунисты, которые КПРФ. Собственно говоря, вот ваш прогноз чем закончится? Они чем не закончатся. То есть тяжбы будут, может быть, восстановят, может быть, не восстановят. Но, по крайней мере, уже произошедшее событие, оно крайне интересно в том плане, что хоть что-то начало происходить. То есть выборы в Городскую Думу перестали быть скучными, неинтересными. То есть появилась какая-то интрига. А раньше ее не было? Ну, раньше не было интриги в плане того, как готовились выборы партийной части списков. То есть, в принципе, вот недавно вышла статья Дениса Петровича Шадрина. Портал Сокеровский, всем рекомендую. Там, в принципе, достаточно подробно и популярно объяснено, почему политическая система деградировала настолько, что стало просто неинтересно. принимать участие в этих процедурах. Неинтересно избирателям или неинтересно участникам выборного процесса? Неинтересно избирателям, неинтересно участникам избирательного процесса. Те политические организации, которые официально имеют право, имеют возможность принимать участие в выборах, участие этих политических сил обусловлено таким количеством правил, подкрученных в одну сторону, что стало, мне кажется, на мой взгляд, невозможно полноценное участие. То есть имеющиеся возможности политических организаций, они снижены в нашей стране в целом и в регионе в частности, настолько, что нет смысла заниматься политической деятельностью в политических организациях. Легальные политические деятельности? Мы говорим про легальную политическую деятельность. То есть одобренный в том смысле, что легитимный человек выбран в определенный орган и работает. Те процедуры, которые подразумеваются для деятельности политических организаций, эти процедуры работают таким образом, что через этот канал мало что можно донести. Воле избирателей будет доведена в крайне редком случае. То есть шансов практически нет. Ага. Хорошо. На мой взгляд. Это мы про муниципальный фильтр говорим в первую очередь. Нет, нет. Не только про него? Не только. Я говорю про деятельность вообще политических организаций. То есть деятельность политических организаций, то есть политических партий – это изжившая себя, устаревшая деятельность, на мой взгляд. Всех распустить? Вот если всех распустят, то в принципе ничего не изменится. Ну а как же ведь у нас демократический процесс в стране развивается как многопартийность у нас, Олег? Формально можно назвать многопартийностью наличие разного количества юридических лиц. Количество юридических лиц, да пусть они себе живут. То есть десятки партий зарегистрированы, кто о них знает. Ну мало кто, да. Я согласна. Я некоторые даже сама увидела в первый раз нынче. Подавляющее число из них неинтересны ни избирателям, ни активным участникам. Мало того, они появляются в публичном поле только накануне выборов, к сожалению. Гражданская активность идет по каким-то другим каналам. То есть появляются гражданские активисты, которые внепартийные, которые демонстративно и принципиально дистанцируются от политической деятельности, от политических организаций, политических партий. И по этому каналу они имеют какие-то возможности, энергию решать какие-то вопросы тех людей, которые живут рядом. Но при этом не называют себя политическими партиями. И в Думу не идут. И в Думу не идут. И в законодательные собрания не идут, и тем более не выдвигаются в Государственную Думу и выше. Это очень показательный симптом. Самые активные люди, которые чем-то занимаются, пытаются что-то изменить вокруг себя, не пользуются официально предназначенными для этого каналами. То есть представительными органами, политическими организациями, которые имеют право вхождения в эти представительные органы. И все процедуры связаны с выборами в эти представительные органы. То есть вот этот канал как-то себя, я не знаю, дискредитировал. Так, хорошо. А тогда прогноз на следующий выбор, через какой-то следующий выборный период. Мы можем прогнозировать, что эта ситуация будет усугубляться каким-то образом или нет? В зависимости от того, как поведет себя власть. Какая? Где? Начиная с федеральной. И все, что там делает федеральная власть, это безусловно все транслируется на регионы, на муниципалитеты. В зависимости от федеральной повестки, от поведения федеральных органов, все происходит в регионах. И именно это является залогом вот такой вот печальной ситуации. Как только стали подкручивать правила поведения политических партий, как только стали регламентировать их деятельность настолько жестко, так стало грустно. Я помню времена, когда действительно от политических партий что-то зависело. Они имели возможность избираться, быть избранными. То есть им не требовалось пролезать в угольное ушко для того, чтобы пообщаться с избирателями. Но это был более живой процесс, в котором участвовало большее количество людей. На ваш взгляд, когда он закончился, этот процесс? Ну или так вот явно начал заканчиваться? Много лет назад? Вот где-то на рубеже двухтысячных. Ага. То есть еще до прихода Владимира Владимировича даже? Ну там предпосылки уже были, но там окончательно все гайки стали завинчиваться, подкручиваться уже при этом президенте. То есть 2002-2003 год примерно. Я так немножко с делом Югаса первым, да, вот с арестом Михаила Ходорковского. Ну да, все эти громкие политические дела, это тоже звенья одной цепи. То есть публично на всю страну было показано, если сильно умные имеете много амбиций и пытаетесь избраться, не согласовав свои позиции с властью, то бывает еще и вот так. Печально бывает, к сожалению. Хорошо. А что же делать-то все-таки с коммунистами-то нашими? Ну то есть вот она история. Смотрите, есть две коммунистические партии. Одна из них существует давно. Вторая в публичное поле вышла не так давно. Экспертами многими называлась партией спойлером, да, которая основную свою задачу должна была выполнить, то есть оттянуть голоса у КПРФ. И на местном там уровне, да, и на федеральном уровне. Сейчас вот они между собой, значит, одни на других пожаловались, и мы имеем ситуацию, когда у нас, ну, фактически, там, да, часть избирателей лишена возможности выбрать людей, за которых изначально собиралась идти голосовать. Что будет с этими людьми теперь? Вы знаете, любую ситуацию я бы предложил воспринимать как некий ресурс для развития. То есть из всей этой истории, вот, я думаю, что обе политические организации могут вынести для себя какие-то полезные вещи. То есть вот какая-то такая скандальная ситуация, когда эту ситуацию там люди обсуждают, люди пытаются разобраться, а что же, собственно говоря, произошло. Вот если не было там дела многим людям, докоммунистов, как тех, так и других, то после возникновения там скандальной ситуации многие стали интересоваться, а что же там на самом деле произошло, почему так? Одна организация стала, ну, я не знаю, заслуженной, незаслуженной, ну, грубо говоря, обиженной. Конечно, это привлекает интерес избирателей, в том числе и к ним. Для них это ресурсы, возможность аккумулировать у себя там протестные настроения там разных людей, не только своих традиционных идеологических сторонников. А куда же эти люди пойдут-то? Они за кого пойдут голосовать, если коммунистов не восстановят? За одномандатников, получается, только? Именно на данных выборах за одномандатников. А в принципе, вот, в принципе, неважно, за кого там люди проголосуют, там, прямо на этих выборах. Если политические организации смогут использовать эту ситуацию как ресурс, то это принесет приток им новых людей. Но уже в будущем. В будущем. То есть, вот, научиться жить в подполье не как парламентская партия, а научиться выживать только лишь там со своими сторонниками, там, с людьми, которые пришли, которые откликнулись на какую-то там ситуацию, там, вот, это очень ценное там качество для политической организации. Мне кажется, там, традиционная, там, КПРФ, ну, так, забронзовела в состоянии парламентской партии. То есть, им не требовалось собирать подписи, там, избирателей, им не требовалось, там, того, другого. То есть, ну, просто статус парламентской партии, он многое давал без, там, глубинной работы, там, с людьми. А подобные вещи, как недопуск, там, части партии на выборы, вот, это очень сильно стимулирует. Это заставляет переосознать свою роль, место, там, в этой жизни, в жизни общества, пересмотреть какие-то свои, там, подходы. Ну, это на будущее. А на этих выборах что ж? Ну, на этих выборах, как суд решит. Понятно. Или допустит, или не допустит. Хорошо, ну, тут мы будем ориентироваться, конечно, на решение суда, посмотрим, как все будет складываться. Тем не менее, все-таки, хотелось бы ваш прогноз услышать по поводу вообще перспектив оппозиции, всей оппозиции, условно. Понятно, что она очень разная, да, в противостоянии с Единой Россией, опять же, условной, на выборах в Городскую Думу. Разные, опять же, прогнозы были, да, вот до этой ситуации говорилось, вплоть до того, что говорилось о том, что больше половины места они могут получить в Городской Думе. Насколько это реально, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что вряд ли вот на ближайших выборах у оппозиции там есть какие-то большие шансы занять там места. В смысле, вообще? Или определенную долю процентную? Ну, определенную долю, ну, может быть, пройдут там, ну, 3-4-5 там человек, но... Всего? Ну, как бы погоды это не сделают. Всего 3-4-5 от всех оппозиционных партий? Ну, а вы посмотрите, то есть, там, по спискам пройти, там, практически, кто там в списках остается, там, мало возможностей. По одномандатным округам, вот, по одномандатным округам тоже там, ну, я надеюсь, что там все-таки будет какая-то борьба по одномандатным округам. Но, так, скептически оцениваю, то есть шансов, мне кажется, мало. Так, подождите, а как же справедливая Россия? Там довольно яркие депутаты. Опять же, заявление Василия Куприяновича Сураева, которое он сделал не так давно, по поводу того, что готов. Если вот, если выберут, если вот, если будет, если сможет с собой провести достаточно большое количество сторонников. Которые, напомню, выбирают как раз у нас председателя городской думы, он же глава города. То есть, я бы на это не надеялся. Ну, то есть, пройдет 5-6 человек, которые там не будут заряжены на то, чтобы избрать принципиально там иного, глава города. Ну, и что с этим количеством делать против остальных 30 человек? Это да. Никак не перевесить. Ну, то есть, вот ваш прогноз. 5-6 человек от оппозиции, от всех оппозиционных сил в городской думе. Ну, я не знаю, то есть, можно ли это назвать прогнозом. То есть, это по моим таким ощущениям. То есть, думаете вы, что Единая Россия проявит себя еще более ярко, нежели на выборах в законодательные собрания? Единая Россия и ее, как бы, явные и тайные сторонники. Ну, хорошо, будем посмотреть, что получится у нас с городской думой. Еще хотела вас спросить про выбор губернатора. Вот какая интересная история. Сегодня депутаты Кировской городской думы собирались на последнее заседание и приняли решение пригласить к себе претендентов на пост главы региона. Что вы думаете по этому поводу, об этом поговорим после небольшого перерыва. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, руководитель Центра поддержки НКО. Олег, говорим про выборы губернатора, главы региона. Вот сегодня было последнее заседание городской думы. Наши коллеги службы новостей сообщают о том, что народные избранники сегодня на последнем заседании приняли решение, что кандидаты в губернатора Кировской области должны к ним прийти и озвучить свои предвыборные программы. Как вы думаете, насколько реально? Я не знаю, насколько реально. Мне кажется, что кто-то из кандидатов с удовольствием согласится, кто-то откажется по разным причинам, не совпадет с графиками рабочими. Я подозреваю даже, кто может отказаться из-за несовпадения с графиком. В любом случае, я приветствую подобные решения депутатов городской думы пригласить. Потому что любое приглашение действующих кандидатов – это еще одна попытка, еще один шанс услышать вживую, задать вопросы. То есть посмотреть не просто агитационные материалы, заранее подготовленные какими-то специалистами, политтехнологами, а пообщаться вживую, посмотреть в глаза и посмотреть, насколько человек может реагировать. Держать удар. И держать удар, и просто реагировать, как относятся к оппонентам. То есть это полезные навыки, которые желательно видеть у кандидатов. Чем больше, тем лучше. На разных площадках, в разных ситуациях. И транслировать это все для избирателей. Олег, поправьте меня, если я ошибаюсь, но вот у меня ощущение, что пока никто из кандидатов особо ярко не светится. Ну, кроме одного кандидата, который занимает пост в Рио, главы региона, и в силу этого обстоятельства, понятно, что всегда на слуху и в СМИ. Ну, представитель КПРФ тоже светится. Ну, другие кандидаты более бледно. Не знаю, скорее всего, там они занимаются своей предвыборной кампанией, то есть по своему графику. Просто, может быть, это не так явно заметно в масштабах всей области. Может быть, не хватает сил, бюджетов. А это тоже тенденция вот такая последних лет, да, что даже яркие какие-то кандидаты не особо активно себя ведут? Ну, что значит вести себя особо активно или не особо активно? Я не знаю, инициировать поводы какие-то информационные, какие-то события, там еще что-то. Не все событийные поводы доносятся до слуха избирателей. То есть между избирателями и кандидатами стоит очень-очень-очень много фильтров. Фильтров, обусловленных и естественными, и субъективными какими-то причинами. То есть средства массовой информации не всегда, не про все сообщают ровным слоем. Если там один кандидат чихнет где-то, то совершенно не обязательно, что это понесется... Самые отдаленные уголки Кировской области. Да, то есть тут надо обладать большим количеством разных ресурсов. Разных ресурсов, начиная от количества сторонников, заканчивая денежными ресурсами. Для того, чтобы любое событие из предвыборной кампании доносилось до максимально большого количества избирателей. А вот смотрите, есть мнение экспертов о том, что вот такие, ну скажем так, не совсем активные действия кандидатов. И вообще там нежелание может быть их светиться где-то лишний раз. Они связаны с тем, что в принципе все уже понимают, какой будет результат. И особого желания испытывать, не испытывать желание куда-то там двигаться очень. Понятно, что все это еще и с объективными причинами связано. Вы говорите ресурсы, деньги, люди, там все что угодно. Это так или не так? Насколько вот это влияет? Ну я не знаю. То есть это надо непосредственно у кандидатов спросить. Насколько влияет на их активность, там желание или нежелание. И в таком случае по каким тогда причинам они все-таки выставили свою кандидатуру, если не собираются побеждать. Ну потому что надо светиться, надо чтобы партия там, условно говоря, была представлена на каждых выборах. Мы же понимаем, да, что это есть тоже. Пусть, пусть. То есть даже если мотив засветить себя на выборах, ну в таком случае его надо более эффектно реализовывать, презентовать себя, свою программу. И больший процент набирать. Набирать, возможно, там больший процент, даже если не ставится прямая цель перехождения к власти. Но все равно тогда надо там суетиться, проявлять активность. Ну мы посмотрим. У нас на самом деле остается еще две, даже побольше немножко недели до выборов. Как будет происходить? Может быть более активно начнут кандидаты все-таки выступать и общаться с избирателями. Хорошо, еще одна тема. Тема теперь уже касательно бывшего главы региона, экс-губернатора Никиты Белых. Сегодня Пресненский суд Москвы начинает фактически рассмотрение дела Никиты Белых. Первое заседание, установочное такое, да, получается, пройдет в закрытом режиме, определятся там какие-то процедурные моменты, как мне рассказывал неделю назад Ян Чеботарев. В 14.30 начало, как сообщил адвокат Андрей Грохотов, по итогам заседания будет назначена дата рассмотрения дела по существу первого. И, кроме того, адвокат сообщил, что заявит ходатайство о возврате дела в прокуратуру в связи с невозможностью его рассмотрения в настоящем виде. Не знаю, подробности будут позже. У меня к вам вот какой вопрос. Понятно, что это заседание закрытое, следующие, возможно, будут открыты, даже скорее всего. Насколько большой интерес средств массовой информации вызовет это дело? Наверное, надо спросить у средств массовой информации, насколько им это интересно. Ну, а вам как кажется? Мне кажется, что дело все равно достаточно резонансное. И если не средства массовой информации, то, по крайней мере, в блогах, в соцсетях люди будут активно обсуждать. А как они будут это обсуждать? Кто-то же должен вынести в паблик все, что происходит в зале суда? Я думаю, что все-таки те представители защиты, я думаю, что они будут регулярно информировать в том объеме, в котором это возможно, общественности о том, что происходит с этим делом. И, по крайней мере, я не знаю, в каком объеме эти данные могут быть сообщены, но любые крупицы информации об этом деле, я знаю, что есть достаточно много людей, которые будут обсуждать, внимательно относиться к этим сообщениям. Эти люди скорее на федеральном уровне или вот здесь, в Кирове? И на федеральном, и здесь. То есть у Никиты Юрьевича достаточно широкая такая социальная база сторонников, людей, кто в них верит. Это люди, которые позитивно, скажем так, относились к Никите Белых. И позитивно. И некоторым образом беспокоятся. Да, вполне возможно и критики будут участвовать в этих обсуждениях. Интерес федеральных СМИ насколько широким будет, как вам кажется? Понимаете, вот дело... Вот ощущение такое, что с момента ареста, то есть вот тогда был такой всплеск, да, вот эта вот волна, да, как так, как так. С момента ареста прошло больше года. И с тех пор, собственно говоря, там вот единственные какие-то там сообщения федеральных СМИ, они были связаны там вот с продлением дела. Причем все это довольно сухо подавалось, никаких особо подробностей там, ничего не было. Почему, собственно, адвокаты там и заявили, что вот возобновляют действия ресурса Белых.ру, да, потому что там будет публиковаться вся информация, как они сказали. Я не знаю, как поступят федеральные СМИ. Вот, в любом случае, вне зависимости там от всего этого, это дело будет рассматриваться через призму тенденций, а что же происходит у нас вообще как бы с губернаторским корпусом. Вот, каким образом федеральная власть готова поступать со своими там... Ну, со своими подчиненными, условно говоря. Со своими подчиненными, со своими коллегами там из регионов, в отношении которых там заведены там громкие дела. Вот, и все равно все это так или иначе, там прямо или косвенно, но будет транслироваться на деятельность нынешних там руководителей регионов. Это такая политическая повестка, там, внутренней жизни, там, Российской Федерации. То ли это превратится как бы в тотальную показательную борьбу с коррупцией, то ли это будет объявлено недоработками там на местах и по принципу, ну, типа, случаются плохие вещи какие-то. То ли это будет как бы какая-то бескомпромиссная борьба там гражданского общества с какими-то явлениями. Это тут разные могут быть схемы, то есть разные интерпретации. Вот, а скорее всего, там, немножко того, немножко другого. Немножко третьего. Немножко третьего. Но люди пытаются понять, а что же, собственно говоря, за тенденции, какие взаимоотношения у действующих там губернаторов с федеральным центром, какой тип взаимоотношений, как вопросы, как сложные вопросы решаются, через какие процедуры, насколько сильно там могут пострадать в случае чего. Мы не видели, ну, вот, открытых процессов там по другим губернаторам. Пока нет. Я, насколько понимаю, по делу Гайзера что-то идет, да, уже идет рассмотрение, но вот в публичное поле не попадает почему-то информация. Да, дело Белых, оно, вот, там, первое, там, начинает вот как-то там раскручиваться и переходить вот в плоскость публичного обсуждения, то есть судебное заседание, то есть появится какая-то новая. информация, не знаю, насколько она будет приятной, неприятной для тех людей, которые там в этом интересуются, насколько это будет озвучено, но, по крайней мере, это интересно. Это интересно не только с точки зрения там личности, там, Никиты Юрьевича, это интересно с точки зрения тенденций, что же происходит во взаимоотношениях там федерального центра и регионов. Мы на этом сделаем сейчас небольшой перерыв, у нас рекламная пауза и вернемся через две минуты. Особое мнение на 101FM Мы продолжаем выслушивать особое мнение Олега Ткачева, члена общественной палаты, руководителя центра поддержки НКО. Собственно говоря, к некоммерческим организациям сейчас и переходим. На прошлой неделе стартовал второй конкурс фонда президентских грантов. 16 августа начали принимать заявки от некоммерческих организаций. Ну, там много, на самом деле, направлений, да. Я так понимаю, что речь идет именно о социально ориентированных некоммерческих организациях, которые так или иначе там, да, оказывают жителям какие-то вот, ну, такие услуги. Вот. По результатам первого конкурса от Кировской области поступила 41 заявка и, по-моему, мне память сейчас изменит, наверное, по-моему, 11, да, было одобрено? Да. 11. О, надо же, я все помню. Как хорошо. Олег, скажите, пожалуйста, вот какая история. Некоторое время назад у меня здесь был Андрей Юсенко, который сейчас представляет Кировскую область в Общественной палате России. И он мне рассказывал, что внимание к НКО сейчас повышенное. Ну, понятно, да, вот мы видим, финансирование идет, значит, на деятельность этих организаций. Поддерживаются разные совершенно проекты, но у меня почему-то есть ощущение, что во многом поддерживаются проекты такой военно-патриотической направленности. Это так? Нет, не обязательно. То есть в этом году особенность конкурса в том, что стал работать один, ну, единый грант-оператор. У него много направлений деятельности, то есть все направления, которые были раньше у девяти, там, грант-операторы. То есть сейчас все ведется через одну организацию, на основании одного положения, то есть все в одно окно. Собственно говоря, то есть мы смотрели по итогам первого рассмотрения в целом, там, по стране побеждают проекты, ну, очень разнообразные. Вот в целом сообщество восприняло результаты первого рассмотрения достаточно, ну, позитивно. Сообщество Кировское. Да не только Кировское. Не только Кировское. Не только Кировское. То есть, ну, на порядок меньше претензий. Они, конечно, есть. Не все нравится, там, не всем нравится, но претензий на порядок меньше. И действительно этот конкурс показал большую степень прозрачности, открытости процедур, понятности и разумности там условий. То есть, видны там баллы, которые, там, ну, совокупные баллы, которые эксперты поставили. Там есть четкие критерии, по которым ставятся. Есть градация для разного уровня проектов. То есть, и, в принципе, заявители могут, ну, понять, почему их заявка там поддержана или не поддержана, чего не хватило. То есть, по сравнению с прошлыми годами, это стало более прозрачно, более понятно. Более удобно для участников, да? Да, более удобно для участников. То есть, это, как бы, сообщество, в принципе, признается. Олег, а когда заканчивается прием заявок? 29 сентября. 29 сентября. То есть, по идее, полтора месяца есть у кировских некоммерческих организаций на то, чтобы податься на второй конкурс фонда. Скажите, пожалуйста, вот я посмотрела, нашла цифру, все-таки 10 кировских проектов. Вошли в число победителей на первом этапе из 41. Это много или мало? Да, это нормально. Ну, то есть, мы тут не то чтобы чемпионы, там, да, в сравнении с другими регионами. Ну, хорошо. Те 31, которые не вошли, они на второй этап могут заявиться? Да, могут. Почему бы нет? Могут. Ну... Они какие-то преференции будут иметь или, наоборот, к ним строже будут относиться? Да, это самое. То есть, два разных рассмотрения. Просто подается заявка по новой, и снова эти заявки будут читаться. То есть, подразумевается, что те люди, которые писали непобедившие там заявки, то есть, что они как-то пересмотрят... Учтут ошибки. Учтут ошибки и подадут заявку не в том же самом виде, в котором она была подана на первое рассмотрение. Вы же, я так понимаю, занимаетесь, в том числе, вот, образовательной такой деятельностью. Обращались? Да, постоянно обращаются. В этот вот раз конкретно. Постоянно обращаются организации. То есть, мы подсказываем, консультируем, вот, из того, что там знаем, там, из общей теории и практики. Вот. В этом году, после того, как проведен первый этап, очень много появилось материалов, там, с разбором ошибок, там, с типичными. То есть, были и вебинары. И я, насколько помню, приезжал даже представитель фонда президентских грантов Наталья Алиева, да? Да, представители и в прошлые разы приезжали, то есть, на консультационные семинары. Вот. Это, как бы, не новость. То есть, это, ну, нормальная, обычная жизнь. Я имею в виду, что после того, как результаты были получены, вот, фонд президентских грантов, вот, они сформулировали, то есть, наиболее часто встречающиеся ошибки. И провели по этому поводу, там, отдельный, там, вебинар. Записали его, там, есть запись доступная, то есть, с разбором ошибок, там, типичных. Чтобы, там, в следующий раз, когда будете писать заявку, то учесть, как, что не надо делать, там, какие формулировки не стоит использовать, какие вещи надо расписывать подробнее, подробнее расписывать это как. То есть, в каких словах, в каких формулировках экспертам будет понятнее, доступнее понять, что вы же, вы хотите достичь своим проектом. То есть, вот эта, вот, методическая помощь, она ценна. То есть, вот, разбор полетов после, там, подведения итогов, это, там, очень важный, вот, этап конкурсной процедуры, чтобы люди смогли понять, что уже все-таки не хватило в заявках. Можем ли мы прогнозировать, что будет у нас в следующем году? Ну, понятно, что бюджет российский, это такая непонятная тоже масса, да, непонятно, куда будет, там, расходоваться средства, сколько денег останется на поддержку, вот, там, деятельности некоммерческих организаций. Тем не менее, вот, тенденция какая-то может прослеживаться, там, усиливаться будет все-таки финансирование или нет? Я думаю, что, скорее всего, это, вот, на пару-тройку лет, наверное, зафиксируется примерно, вот, на одном уровне, там, вот этот вид государственной поддержки НКО. То есть форма президентских грантов с единым грант-оператором. Первое рассмотрение показало, что, в принципе, на правильном пути. И этот институт будет укрепляться, наверное, без таких видимых ярких скачков. Там, в принципе, все достаточно. Скорее всего, будут развиваться другие дополнительные, иные формы поддержки некоммерческих организаций. А какие? Ну, вот то, что было заявлено о поддержке поставщиков социальных услуг населению. То есть НКО как поставщики социальных услуг. То есть здесь есть и дорожная карта. В общем, большие планы развития вот этой деятельности. Насколько это будет масштабно? Ну, то есть можно гадать. Но, по крайней мере, видно однозначное заявление государства в том, что государству интересно развивать эту сторону. Но главное, чтобы оно не закончилось. Вот этот интерес, чтобы не пропал после 2018 года. Я думаю, что здесь вот к этой стороне деятельности интерес не пропадет, потому что это все-таки попытка разгосударствовать социальный сектор. То есть в глобальном плане это оптимизировать часть социальных расходов за счет деятельности некоммерческих организаций. Свесить на них ту работу, которая традиционно исполнялась государственными органами. И не очень хорошо. Не всегда хорошо. Хорошо, не хорошо. Но это попытка найти нового поставщика социальных услуг. Это попытка этого поставщика воспитать из того сектора, организации, которые уже имеются. И как-то настроить эту работу. То есть если будет альтернативный государству поставщик, работающий за те же самые бюджетные деньги, то, по крайней мере, это вариант выбора для людей. И может быть, некоторых заставит лучше работать. Может быть. И еще, как мне кажется, и как говорят эксперты, это такой хороший способ в некотором смысле ввести в общественное пространство, сделать более легитимными, более легальными тех гражданских активистов, о которых вы говорили вначале. То есть люди, которые хотят что-то менять, при этом... Ну, потенциально, да, это все делается для того, чтобы люди, которые хотят что-то менять, у которых есть энергия для деятельности, чтобы они имели инструменты притворения своих желаний, помыслов. Ну, пусть они будут все-таки вот здесь, да, под крылом, так сказать, легально будут работать, чем со своей активностью пойдут на улицы. Ну, в принципе, да. Это есть. И вот такой политический аспект этого тоже есть. Хорошо. Спасибо Олегу Ткачеву, руководителю Центра поддержки НКО, члену Общественной палаты. Особое мнение на этом завершается. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. Олег Ткачев, до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM Продолжение следует...